Сегодня в Сочи активно идет подготовка систем жизнеобеспечения к зимнему периоду. Паспорт готовности города должен быть подписан уже 30 сентября. По словам Юрия Паломарчука, на прошедшей краевой межведомственной комиссии к Сочи существенных замечаний не было. Сейчас в ускоренном темпе решаются застарелые вопросы по отоплению домов. Так, в августе главе города с жалобой на отсутствие тепла в доме обратился председатель ТОС Головинка. Вопрос висит до сих пор. И вот ответственных исполнителей я как мыши отлавливаю, а они прячутся. Анатолий Пахомов не забыл об этом обращении и спросил у своего заместителя, решен ли этот вопрос. Вся проблема, собственно говоря, по улице Медицинская 1, и вы тогда это озвучили, в том, что люди не выбрали способ управления своим домом. Вот, в соответствии с жилищным кодексом. Значит, мы им здесь поможем дважды. Помогли, вернее, один раз помогли с восстановлением системы теплоснабжения. Действительно, все течи устранены, система промыта, опрессована, готова к получению тепла. Ну и этот дом мы включили в перечень объектов, которые мы будем на конкурсе разыгрывать, для того, чтобы определить управляющую компанию, чтобы в дальнейшем у них не было никогда вот таких вот вопросов. Тормозит подготовку к отопительному сезону и управляющая компания МУПЖЕК. По словам Юрия Паломарчука, их халатное отношение к работе ставит под угрозу подготовку 22 управляемых ими домов к отопительному сезону. Окончательно этот вопрос планируется решить до 17 сентября. Есть в городе и проблемные ведомственные котельные. Юрий Федорович, у нас есть и другие обращения, которые в НОП появились. Жители улицы Гастелло, вы знаете, с учетом того, что закрывается хлебозавод, у них тоже появились там проблемы. Кто будет отапливать их? Незаконное строение, но они же там живут. Мы направили письмо в Министерство сельского хозяйства Краснодарского края, потому что хлебокомбинат относится к их ведомственным предприятиям. И ожидаем от них реакции. Глава города потребовал, чтобы, несмотря на реорганизацию предприятия, люди были в полном объеме обеспечены теплом. Сегодня Сочи занимает 10 место по подготовке к отопительному сезону среди 44 муниципалитетов края. Основная причина – на курорте еще идет летний сезон, и котельные нельзя остановить на профилактику. Эта работа активно начнется после 15 сентября. Мы продолжаем работу, потому что нам нужно действительно вовремя и паспорт получить. Но самое главное – это когда наступит отопительный период, чтобы мы достойно выдержали этот экзамен. В целом же в настоящее время уже 95% котельных и теплосетей и 99% сочинских жилых домов готовы к отопительному сезону, отчитался замглавы города. Напомним, отопительный сезон в Сочи официально стартует 15 ноября. Но эти сроки могут незначительно меняться и зависят от погодных условий.